Она вот так вот, вот она стоит, что вы от нее хотите сейчас? Не-не-не, не давай, давай, знаешь? Охренеть! Нет, давай с... Встань лучше, встань, встань, встань! Привет, друзья! Вы смотрите реалити-шоу «Стань лучше», в котором мы проверяем, эффективны ли домашние тренировки. Наши участницы Лена и Оля уже целую неделю тренируются по видеотренировкам дома без какого-либо специального оборудования. И эти видеотренировки совсем скоро будут доступны и вам на нашем сайте. Итак, первая неделя прошла, и давайте посмотрим, как девчонки себя чувствуют, потому что они должны были не только тренироваться, но и изменить свои привычки питания. Я бы не стала, я бы не начинала лучше вот это сейчас. Я срывалась один раз. Я не буду говорить дальше ничего, как это было, но... Не, я вроде не срывалась. Нет, я съела сыр с макаронами на ужин, и потом на следующий день пошла на 20 минут побегать. И вообще, вчера я была на дне рождения у бабушки и пришла на день рождения с контейнером своим. Я бы не пошла лучше. На меня бабушка так смотрела. И все гости сидят, а там салаты. Все, что я люблю, бабушка говорит, ну свининочку-то, да, свининочку-то съешь, но никто, говорит, не узнает. Я говорю, бабушка, я себя обманывать не собираюсь. Что было сложнее, держать диету или тренироваться? Ну, наверное, тренироваться. Держать диету. Первая неделя прошла. Так. Тебе было тяжело? Я боюсь, что вот все это закончится безобразие, и я потом пойду и буду есть какой-нибудь торт. Дело в том, что это привычка. Привычка. Ты правильно говоришь. Привычка вырабатывается со временем. Во время завтрака или до завтрака все равно можно себе позволять сладости. Но так нельзя просто взять и вычеркнуть их из жизни. Но когда мы были у тебя в гостях, ты говорила, что еда у тебя на 78-м месяце среди удовольствия и жизни. А получается, что я люблю сладости. Получается, что на первом? Нет. На втором? Да. На третьем можно. А на первом, что не спрашиваю? Нет, ну блин. То есть нужно соизмерять просто количество сладкого и количество опроченного. Ну просто не нужно ставить какие-то идеалы впереди планеты всей. Я считаю, что это в корне неправильно. Я вот пока не начала сидеть на этой недодиете, я никогда в жизни столько о сладостях не думала. Потому что я захотела, покушала, и у меня не было с этим проблем. Вы такие тоже умницы молодцы. Вы даже не сказали пить витамины. Я пока витамины пить не начала, у меня вечером мне шоколадки мерещились и снился изюм в шоколаде. Ну как бы у меня крыша начала ехать, серьезно. И я на следующий день пошла и купила себе витамины и, короче, все, что нужно. А когда ты ела шоколадки, витамины были не нужны? Я об этом не думала. На самом деле я очень рада. У меня как-то я послушала Лену, мне стало грустно. Я прекрасно себя чувствую, я подружек своих даже подсадила. Ну как вам, легко тренироваться? Либо нелегко, либо получается у вас выполнить все, как положено, по времени? Или вы там стоите на паузу, дышите? Классные тренировки, вот такие. Нет, делаю паузу, только попить. Я уже не чувствую такой прям боли в мышцах. Мне нравится пилатес. Растяжка, само собой. Но мне нравятся лего упражнения, потому что они больше в статике, что ли, в какой-то... Ну, то есть, в смысле, без беготни, вот без этой. То есть, тебе не нравится пыхтеть, дышать, потеть? Можно умереть после сжения тренировки. Нет, но она классная тоже, спору нет. Все классные, все молодцы, все классные, всем пятерка. Больше всего мне нравятся тренировки с Ксюшей и Олей. Это вообще кайф, это супер. Естественно, с Женей, как Лена сказала, это убийца можно, это ужасно. Вот эти чечетки, вот эти исполнения, прыгать, не прыгать. Отлично, есть. Неделю потренировались, и теперь самое время дать девчонкам тестовое задание. Определить их уровень силы, выносливости и гибкости. Мы не сделали это в начале тренировок, потому что на тот момент они вообще не тренировались. И просто развалились бы от этих заданий. Ну, смотрите, вы наша такая мини-тестовая группа. Пробнички. Вы наши пробники, да. И люди, которые нас смотрят и которые будут делать те же самые задания, они же как-то должны с этим справиться. Я так понимаю, нам надо сделать эти тестовые задания вместе с девчонками, чтобы вы посмотрели, как это сделать в домашних условиях. Самое. Поехали. Ну что, девчонки, разогрелись? Да, да, да. Так, ну что, давайте вас протестим на силовые упражнения. Так, животы втянули. Поехали. Вот так? Да. Раз. Давай. Давай, два, есть два. Да, ладно, серьезно, что ли? Да, два. О, как все запущено. По отжиманиям у Оли два, у Лены ноль. Следующее упражнение – выпады. Поехали. Раз. Пять. Пока не упадете. Шесть. Семь. Не останавливаться только. Восемь. Двести. Давай, еще можешь? Не, 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 давай, давай, двеше. Еще, 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 еще. Сможешь? Нет? Походи, не сиди сейчас. Походи. Да, да, да. Ну, постой. Постой, у тебя сейчас реально тебе заболел. И маленькими лоточками чуть-чуть, чтобы вдохнуть сделать. Походи легко, ноги стряхни. Лен, ты супер, молодец. Вот сейчас 190, давай еще чуть-чуть, прям вообще. Жми раз. Ну ты без остановок дела, молодец. Ты дожми еще пять раз хотя бы. Ну последний, десятый. Двести, девять. Ты десять уже, понятно? Оля без остановок, 200 сделала, вообще зачет. Как я видел, Лена там несколько раз останавливалась. Да, Лена сделала. Ну 210. Лена думала, что стоит, а ее вообще потолок. Да, ну не... Она себя переборола и сделала больше, чем она могла, наверное. Да, да, да. Выпады, это вообще не самое простое упражнение. Попробуйте выполнить. Они есть в тренировках, которые на сайте. А девчонки наши справились, ну показали какой-то невероятный результат. Столько повторений. И, конечно, в таком формате это не может быть тестовым заданием. Поэтому мы решили переделать. И мы начинаем. Поехали. Один. Полупресет. Два. Полу. Двадцать девять. Не плачь. Тридцать. Все, не хочу. Тридцать один. Тридцать, Лен. Тридцать два. Тридцать девять. Таз назад. Колено не уводи. Сорок. Не уводи, Колен. Тридцать и сорок. Начали? Давай. Раз. Тестовым заданием на пресс были сетапы. И сетапов девчонки сделали тоже очень много. Триста. Видно было, что немножко сложно. Во-первых, в этом упражнении здесь рвок руками. Да, там идет маха. Нет, нет, я не к тому. Я говорю, почему можно больше сделать. Не, не, на самом деле многие не сделают, даже сотни. Ну, сетапы это, конечно, легкое упражнение, поэтому его мы решили переделать. Ноги наверх, руки вытянули. Подъем, стоп. Подъем. Короткий. Стоп. Стоп. И поехали. Вверх. Один. Два. Мой счет. Три. Четыре. Двадцать семь. Не опускайся низко. Двадцать восемь. Двадцать девять. Руками не цепляемся. Тридцать. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Слушаюсь. Тридцать четыре. Тридцать пять. Потому что они... Тридцать четыре. Неправильно. Тридцать четыре. Тест силы спины. Это упражнение «Лодочка» делается на время. Приготовились. Блин, ноги. Время пошло. Минутка прошла. Это что такое? Минус один. Держи. Ноги, ноги. Подними. Руки вытяни. Выше. Оля, минута тридцать. Ну давай, повыше. Лок. Руками. Все. Минута тридцать три. Минута. Минута тридцать три. Итак, этими тестовыми упражнениями мы должны были протестировать силу разных мышечных групп. Отжимания – это мышцы груди и плечевой пояс. Приседания – это мышцы ног. Складывание на пресс – это пресс. А лодочка – это спина. Дальше переходим к растяжке. Это шпагаты, выворот и мостик. Во. И сидим. Давай, пупсик. Давай, давай, пупсик, терпи. Ну, 10 сантиметров до пола. Ну, немножко, конечно, кривовато. Ну да, 15 сантиметров до пола. Колени выпрямляй. Стопы в разные стороны. Таз вперед. Еще вперед. 16 сантиметров. И стопу так не заворачивайся. Дерешь себе все, что можно. 24. И максимально. Да, у нас 32 сантиметра. И до максимума локти выпрямляем максимально. Давай, давай, подходи. Еще чуть-чуть потянись пупком в потолок. Вот. Во. Ну, 3 сантиметра. Еще можешь больше? Могу, только если надавишь. Нет, я не буду надавливать. Ты должна силой себя в складке держать. Давай, давай, давай. У нас здесь минус сантиметр, грубо говоря. И коленки согнуты у тебя были. Давай, давай, назад. Оп. Все. Нет, не могу больше. 75. Хорошо. Жесть. Кучается, 58. О, ну. Ну, а теперь самое сладкое и интересное. Мы узнаем, удалось ли девчонкам за первую неделю похудеть в килограммах и уменьшиться в объемах. Давайте проверим. У нас 61,2. Ни хи хи себе. У нас 65,7. Заметный. А-а-а! То есть, ты не урок. 14 лет? Нет, 15 лет. Охренеть. Итак, талия у нас 69,5. Ну, 100. 100. 26. А было было 28. 28? У-ху! То есть, килограммы не главное. Я же говорю, это ты похудела. 26. Оля, 65. А было? Оля, 99. А было 108. У-ху. 29 рука. А было? 28. Вот такие результаты показали наши участницы по итогу первой недели. Они немножко похудели, уменьшились в объемах и ушли окрыленными от нас. И посмотрим, что же будет дальше. Похудеют они дальше или расслабятся? А как считаете вы, проголосуйте вот здесь. Дальше в нашем выпуске кулинарный батл между Олей и Леной. И мы посмотрим, смогут ли они из полезных продуктов приготовить вкусную еду. У каждой есть поднос и вот одинаковые наборы продуктов. Продукты мы специально подбирали так, чтобы здесь не было ничего вредного. Но у нас еще один ингредиент. Здесь погибшие тела животных. Сейчас мы узнаем, каких. Курица. Кто же их убил? Кто? За что? За что их убить? Ладно. Задача приготовить несколько блюд из этих продуктов, столько, сколько вы хотите. И у вас будет ограниченное количество времени на это. 45 минут. И наши замечательные жюри, ваши замечательные тренеры будут все это кушать и оценивать. 3, 2, 1. Время. Лен, ну давай, расскажи нам, как ты относишься к мясу. Могу, конечно, сказать о том, что мясо несет в себе энергию страха, энергию смерти. Это все им известные вещи. О том, что организм мой после отсутствия в нем мяса начал чувствовать себя только лучше. Ты когда взяла, ты почувствовала какую-то энергию плохую? Я об этом не думаю. Не думаю? Не нужно. А, я порезалась. Ну это страшно. У нас прям страсти наканяются. Лена порезалась. Ой, ну а сейчас шинкует, шинкует, грибы. Сказать можно по-разному. Можно сказать, фу, какая гадость, а можно сказать, фу, какая гадость. О, господи, это самое невероятное, которое я пробовала в своей жизни. Это же... И что, это приятно сразу. Конечно. То, что делает Лена, необычно. То, что готовит Оля, это я обычно так вот дома порубил кольцам, наскоро вкусно перемешал и, пожалуйста, и разложил всем. Остается около семи минут. А-а-а! Нет! Я сверх захвачился. Обратный отсчет. Тридцать секунд. Ну ты придумываешь, какие тридцать секунд. Только что было две минуты. Я вам наоборот дожидал эти тридцать секунд, потому что время уже закончилось. Три, два, один, стоп! Стоп! Я вижу, что у Лены... Оля, остановись, пожалуйста. Можно я доложу с тарелки еду? Оленька. Да. Ты дома так же у тебя на кухне все это выглядит? Нет, потому что сейчас у меня нет времени. Нет? Потому что ты не дома сейчас, да? Да. Ну, я не знаю только ребятам, но я это буду оценивать, потому что я это все вижу. У девушки должно быть все красиво. Ой, не выпендривайся. Ну, начинают, да? Не только здесь, как бы и на рабочем столе, на кухонном. То есть поставить бы его сюда, да? Это мое первое блюдо. В жизни? Нет. В жизни? Как называется? Я назвала его по-быстрому так. Шаверма по-вегетариански. Но поскольку вы предпочитаете мясо, я подала вам ее с салатом с обжаренной курицей. Вы не переживайте, это же съедобно. Я как бы мама. Я у меня готова. Я не очень люблю вегетарианскую еду. Не, ну, вкусно. Свежо. Саратка. Как, с этого и начнем. Свежо. Снова здравствуйте. О, наверное, вам это больше понравится. Это меня уже радует. Здесь побольше мяса. Название давайте придумаем его вместе. Можно есть? Курица. Это будет курица хряба. Курица хряба. По-елинейски. Курица по-елинейски. Ты, даже, хотел спросить, что это за соус. Это маринад из оливкового масла, греческого йогурта, пер-перца и эйвак. соли и сверху сыр. Да, это намного лучше, чем пирог. Мне тоже нравится. Первое мое блюдо называется грудь в сливках. Курица шикарная. Кто бы говорил про нежность, про хорошо вообще. Я бы подсолила бы чуть-чуть. Мы еще можно еще раз это ели. Реально, мне бы нравится. Мое второе блюдо называется шавер, но без ингредиентов для шавер, собственно. Так как я люблю мясо, люблю, чтобы вкус был насыщенный, для меня допустим, вегетарианская шаверма, как у Лены, она не съедобна. Поэтому я решила, что в свою шаверму я добавлю больше сыра с чесноком. Мне нравится, что здесь есть чеснок. Под новогодний стол. Поближе к барным напиткам. Но мне подраздно больше Ленина. Мне тренировки на выносилось меньше. Но он был... Смотрите, тем временем, как он улетает. Смотри. Он улетает. Итак, друзья, пришло время определить победительницу нашего сегодняшнего кулинарного поединка. Оля, кого ты выбираешь? Ну, сегодня я за Лену. За Лену. Так. Олег? Я за Олю. За Олю? За Лену. За Лену. Да. Так. Ну и мой голос, наверное, будет решающим. Мне очень не понравился твой сырно-чесночный рулет. Но это закуска. Да. Это закуска. Новогодняя русская закуска. Немножко простовато. И поэтому я свой голос отдаю Лене. Как бы мне не понравился ее салат, и кусок курицы, и сырой гриб, но она, на мой взгляд, сегодня побеждает. Итак, побеждает у нас Лена. Чеснок погубили просто сегодня. Победа. Все на сегодня, друзья. С наступающим вас Новым годом. Видеотренировки на сайте станут доступны для всех оплативших с 16 января 2017 года. Но у нас есть для вас новогодний небольшой подарок. Это скидка до 16 января 25% для всех зарегистрировавшихся. А увидимся мы с вами 2 января, сразу после новогоднего застолья. И мы проведем с вами восстановительную тренировку по пилатесу. Будем тренироваться все вместе с вами через видео. Поэтому заходите, включайте, смотрите, тренируйтесь вместе с нами. Это Реальти Шоу станет лучше. Увидимся. Всех с Новым годом. Счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok